Как правильно заготовить базилик на зиму в домашних условиях разными способами? Добавить комментарии Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальная Зимой популярные статьи Поиск по сайту найти сорта базилика для зимних заготовок Базилик условно делят на две разновидности – фиолетовый и зеленый Сорта с зелеными листиками характеризуются нежным вкусом и приятным ароматом Фиолетовый наделено специфическими вкусовыми качествами Сорта разделяют по вкусу и аромату Одни идеально подходят для приготовления кондитерских изделий Другие кладут в прохладительные и алкогольные напитки Третьи добавляют в супы и горячие блюда Какими вкусами богаты сорта базилика Перечный вкус и аромат имеют сорта розы Базилик широколистный Эдвина комфортный Арамис Рубин Магия Востока Тайская королева Бакинский Арарат Гвоздичный аромат Темная ночь Гвоздичный Туласи Гвоздичный аромат Бутербродный лист Анисовый запах Анисовый восторг Дивный денек Базилик Анисовый Базилик Итальянский Перечно-гвоздичный Запах Василиск Маркес Аромат Ментола и лимона Искра Бархат Новинка Лимонный Лемона Ванильный вкус Аромат Ванили Аромат Карамели Базилик Карамельный Коричный запах Базилик Овощной Перечно-мятный Греческий По названию легко определить, какой из сортов лучше подходит для конкретного блюда, с лимоном, ванильным, карамельным, коричным, ароматом, для кондитерских изделий, сдобной выпечки, с анисовым, ментоловым, лимонным, мятным запахом, для напитков, с гвоздичным и перечным запахом, для мясных блюд. Любой из сортов можно заготавливать на зиму путем заморозки, сушки, засолки, консервирования в масле и уксусе. На фото – зеленый и фиолетовый базилик. Отбор и подготовка душистая зелень в изобилии представлена на рынках и супермаркетах. Ее без проблем выращивают на даче. Вечером кусты поливают, а на утро проводят сбор острыми ножницами, срезают сочные молодые веточки без цветков. За ночь листья впитывают всю влагу, приобретают упругость и сочность. Такую зелень используют для заморозки. Сбор базилика для сушки выполняют днем без предварительного полива. Кусты легко выходят из сухой земли. Собранные ветки осматривают, обрывают сухие и больные листья. Для заготовок используют ветки целиком, либо только листики и цветки. Зелень промывают под краном, тщательно смывая грязь в пыль насекомых. Затем просушивают между двумя слоями бумажного или вафельного полотенца или в сушилке для листового салата. Как сушить базилик? Как заготавливают сушеный базилик в домашних условиях? Это не составляет труда. Сушка позволяет сохранить вкус и полезные свойства зелени. Ее сушат в духовом шкафу, на открытом воздухе или в электросушилке. На воздухе естественный способ сушки, который дает возможность по максимуму сохранить витамины, минеральный состав и запах растения. Приправы кладут в супы и гарниры из пасты, картофеля, баклажанов и цукини. Рекомендуется добавлять сушеную зелень в горячее блюдо, чтобы полностью раскрыть ее аромат. Существует два способа естественной сушки. Листья, целиком или измельченные, выкладывают на противень или доску, застеленную пергаментом. И оставляют в теплом и сухом помещении или ставят на балкон полутени, прикрыв марлей от мух. Ветки связывают пучки и подвешивают в помещении с хорошей вентиляцией. Важно следить за влажностью воздуха, при повышенной ветке начнут загнивать середины пучка. В таких условиях базилик высыхает за 1-3 дня. В духовке сушка в духовом шкафу – самый быстрый способ. Однако есть риск высушить зелень до состояния трухи, а растение теряет большую часть питательных веществ. Противень застилают пергаментом и раскладывают листья или ветки в один слой. Температура сушки – плюс 40, плюс 50 градусов Цельсия. Время сушки с приоткрытой дверкой – 40-60 минут. Если функционал духовки не позволяет держать дверку открытой, температуру устанавливают на уровне плюс 30 градусов Цельсия. Духовку открывают для проветривания каждые 15-20 минут. В электросушилке современные модели электросушилок максимально сохраняют полезные свойства зелени, овощей и фруктов. На поддоны выкладывают только листья для равномерной сушки. Температура нагрева – не больше плюс 40 градусов Цельсия, время – не дольше одного часа. Таймер и прозрачная крышка дают возможность выключить прибор вовремя. Можно ли сушить цветки? Существует два противоположных мнения о сроках сбора растения для последующей сушки. Одни утверждают, что сбор необходимо проводить до начала цветения, другие – когда появляются первые цветки. И в первом и во втором случае аргумент один. Растение содержит больше витаминов и ароматических веществ. Цветки базилика чаще всего используют в народной медицине для заваривания успокоительного чая. На 250 мл кипятка берут 400 лист сушеных листьев и цветков. Специально снимать цветы для сушки нет необходимости. Их оставляют на ветках и сушат в естественных условиях. Правило заморозки Заморозка считается лучшим способом сохранения полезных свойств продукта при условии соблюдения правил. Упаковка для хранения зелени не должна пропускать воздух и влагу, должна быть прочной, легко открываться и закрываться. Идеально подходят пакеты с замком цыплок и контейнеры с герметичными крышками. В свежем виде целые или нарезанные листья кладут в тару и помещают в морозилку. Второй способ предусматривает заморозку веток, сложенных в пучки. Их кладут в пакет или заворачивают в пищевую пленку. В бланшированном виде бланширование убивает бактерии и грибки, сохраняет цвет, вкус и структуру листьев, убирает лишнюю горечь. Одновременно потребуется подготовить две емкости с кипятком и ледяной водой. Воду доводят до кипения, базилик кладут на мелкую сетку или в дуршлаг и опускают в кипяток на 5 секунд. Затем вынимают и помещают воду с льдом. Высушивают зелень на бумажных или вафельных полотенцах, а затем складывают в тару для заморозки. В оливковом масле бланшированный базилик измельчают в блендере или шинкуют острым ножом, заливают оливковым маслом. Произвольные пропорции перемешивают и раскладывают массу формы для льда. Замерзшие кубики извлекают и складывают в пакет или лоток с крышкой. Можно поступить иначе, положить в формочки измельченный базилик, а сверху налить оливковое масло. В виде пюре ветки листья кладут в чашу блендера, вливают 2-3 ложки чистой воды, измельчают в пюре. Массу разливают в формочки для льда, кексов или конфет и ставят в морозильную камеру. Вместо воды можно добавить овощной бульон, зеленый чай, любое растительное масло или сок. Способы консервации – лучшие рецепты. Соленый базилик консервируют тем же способом, что и щавель, укроп, петрушку или сельдерей. Листья бланшируют, засыпают солью по вкусу, утрамбовывают в стерилизованные банки объемом 250 или 500 мл до выделения сока. Тару ставят в кастрюлю, стерилизуют 15-20 минут и закупоривают крышками. С сахаром и уксусом маринованный базилик добавляют в первые блюда – салаты, закуски, макароны. Для приготовления заготовки понадобится базилик 500 г, соль 50 г, уксус 50 мл, сахар 70 г. Листья измельчают в блендере или мелко нарезают острым ножом, смешивают с солью, сахаром и уксусом. Массу перекладывают в чистые банки и ставят пастеризоваться на водяную баню на 15 минут. Заготовки закупоривают крышками, охлаждают под одеялом и ставят на хранение в кладовую. С оливковым маслом для приготовления консервированной пасты понадобится всего 3 продукта – базилик 500 г, оливковое масло 200 мл, соль 80 г. Зелень кладут в чашу блендера, измельчают до состояния пюре, добавляют масло и соль. Массу перемешивают, раскладывают в банки объемом 200-250 мл, закрывают крышками и ставят на нижнюю полку холодильника. Пюре можно пастеризовать на водяной бане 20 минут, закупорить и хранить в погребе или кладовой. С чеснаком или классический соус песто – это вкуснейшая приправа для пасты, картофеля, риса, овощей и мяса. Для ее приготовления понадобится базилик 400 г, чеснок 4 зубчика, пармезан 200 г, кедровые орехи 50 г, соль по вкусу, оливковое масло экстра-верджин 500 мл. Листики промывают и просушивают на бумажном полотенце. Орехи прокаливают на сковороде до румяности и горячими растирают в ступке или блендере с чесноком. Добавляют базилик и постепенно втирают его в массу. Затем кладут тертые пармезаны и оливковое масло, сольят по вкусу. Песто перекладывают в банки или пищевые контейнеры, сверху наливают масло и закупоривают. Соус хранят в морозильной камере или холодильнике. Заправка с орехами. Пикантную заправку готовят на основе листьев базилика, чеснока и любых орехов. Ингредиенты. Орехи. Грецкие. Кешью. Фисташки. Миндаль. Пекан. 50 грамм. Базилик. 300 грамм. Оливковое или любое другое растительное. Масло. 250 мл. Соль по вкусу. Чеснок. 3 зубчика. Орехи измельчают в блендере в муку. Добавляют зелень. Чеснок. Масло. Взбивают в однородную массу. Соль по вкусу. Массу раскладывают в тару и убирают на хранение в холодильник или морозилку. Сроки и правила хранения. Оптимальный срок хранения заготовок из любой зелени составляет полгода. Тогда растение сохраняет запах, вкус и полезные свойства. Базилик заготавливают каждый сезон. Сроки хранения в зависимости от способа обработки. Бланшированный. 6-12 месяцев. Консервированный. Пастеризованный. 1-2. Года консервированный без стерилизации. 6 месяцев. Сушеный. 2 года замороженный при температуре минус 18 градусов. 1 год. Открыв банку хранят в холодильнике 2-4 дня. Сушеную зелень хранят в крафт-пакетах, стеклянных банках или глиняных емкостях для специй в сухом, прохладном и темном месте. Заключение сушителей. Замораживать базилик. Солить. Консервировать с уксусом или маслом на зиму. Выбор каждой хозяйки. Любой из этих способов сохраняет питательную ценность продукта, его ароматы, вкусовые качества. Сушеную зелень добавляют в горячие блюда для лучшего раскрытия запаха и вкуса. Листики, замороженные целиком, пригодятся для приготовления салатов и украшения блюд. Саусом и пастой с орехами и оливковым маслом заправляют спагетти и салаты, добавляют его к мясу и овощам. Паста с певстой решеткой 63 классик просто до безобразия. Рецепт Ильи Лазерсона. Watch this video on YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok